Привет, друзья! С вами снова Фокус, и мы продолжаем обзор международного турнира Best iOS Gamer 2016. В пятом туре принимают участие в нашем видеообзоре пара Sam Bradd и Lomi. Эти оба игрока принимали, скажем так, участие и в первой части проекта. Играли оба под другими никами. Lomi на тот момент имел очень низкий рейтинг, но во второй части проекта практически взорвал рейтинг. И долгое время был даже на первом месте рейтингового листа. Скажем так, показался во всей красе. Sam в то же время в первой части проекта находился в платиновой лиге, имел высокие очки. Так что сегодня нас ожидает очень классный поединок. Я в предвкушении. На самом деле для нас сейчас все это очень весело, а соперники-то сейчас уже волнуются. Ладошки потеют, они обдумывают тактики и обдумывают, какие карты лучше выбрать. Как вы помните, они будут выбирать по очереди карты. Первую карту будет выбирать Sam, вторую Lomi, так как Lomi имеет высший рейтинг. Lomi представляет Турцию на этом турнире, а Sam представляет Англию на этом турнире. Ну что ж, друзья, я думаю самое время начинать. Поехали! Итак, друзья, мы начинаем наш первый бой. Оба оппонента выбрали героя Террини. И карта у нас дюплекс 17. Я так понимаю, что Sam выбрал карту дюплекс 17. Посмотрим. У нас сразу начинается борьба за центральную зону. И Lomi перехватывает кузницу. Но тем временем Sam забирает центральный дом и сразу-сразу идет на атаку. Удастся ли ему отхватить еще один дом? И он отхватывает еще один дом. Ничего себе поворот. Ничего себе поворот. На данный момент у Sam преимущество, но... Но, 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 он идет дальше в атаку. Уместно ли это, конечно, в данный момент мы сейчас узнаем. Итак, как бы ему не растерять все преимущество свое. Итак, на данный момент у Sam нет совсем морали. Lomi начинает давить своего оппонента, давить. Sam использует торнадо. Пытается удержать здание, но при этом теряет, теряет своих юнитов. Теряет здание. И так, идет на атаку, на атаку кузницы. И в тот момент Lomi точно так же использует торнадо. Но Sam удается отхватить кузницу. Посмотрим, чем же закончится этот поединок. Он у нас такой очень активный с самого начала. Lomi пытается, пытается перехватить кузницу. Да, он забирает кузницу. Забирает домик. Вот такой вот неожиданный поворот. Неожиданный поворот. И тут, я думаю, что уже Lomi победит. Три звезды морали. Преимущество по ключевым точкам. Lomi пошел в атаку. Ну, друзья, я могу сказать, что это был очень близкий поединок. Sam имел огромный шанс на победу. Но все же Lomi не растерялся и смог забрать первое победное очко, друзья. Продолжаем дальше. Второй поединок на подходе. Оппоненты решили не менять персонажей. Итак, у нас карта Дюплекс 18. Lomi выбрал эту карту. Причем выбрал ее в режиме King of the Hill. И сразу пошел на захват. На захват кузницы. Могу сказать, что Fasset тоже выбирает эту карту именно в этом режиме. Потому что здесь знание дебюта очень влияет. Итак, итак. Удастся ли я? Да, я думаю, удастся, удастся, да. Lomi перехватывает и ключевую точку, и кузницу. Использует заморозить здание, первую обилочку. Итак, и на данный момент уже имеет огромное преимущество. Так как ключевое здание очень быстро производит юнитов. И победить уже владельца этого здания будет очень трудно. Может быть, практически невозможно. Итак, Lomi захватывает главный домик Сэма. Также идет на экспансию кузницы. И тут уже он может праздновать победу. Да. И Lomi забирает, уверенно забирает второе победное очко. Продолжаем, друзья. Итак, друзья, наш третий поединок. Эту карту у нас выбрал Сэм. И это дюплекс 7. На данный момент счет у нас 2-0 в пользу Lomi. Сэму нужна только победа. Сэм играет у нас за синий цвет. Лами играет за оранжевый цвет. Оба игрока также используют героя Торини. Итак, Сэм использует обилку заморозить здание на большом домике. Ломи. Тем временем, тем временем, оппоненты идут на захват нейтрального домика. Вот. И, видимо, сейчас у нас последуют апгрейды домиков. Или же... Или же Сэм решил провести какую-то коварную атаку. Сэм пошел на атаку. Посмотрим. Посмотрим. Удастся ли ему перехватить что-либо. Но, как мне кажется, что вряд ли. Что вряд ли. Основной удар идет на верхний правый домик. Но там очень много юнитов. И Лами легко отбивается. Сэм в то время под шумок пытается перехватить домик, где осталось меньше юнитов. Но Лами на более высокой морали все же отбивает его. Отбивает, удерживает. И так, и так. Тем временем Лами забирает еще один домик. Еще один домик на стороне Сэма. Сэм использует Торнадо, чтобы удержать, удержать домик. И все равно Лами забирает еще один домик. И тут, я думаю, уже мы можем поздравить Лами с уверенной победой. С уверенной победой. И сейчас счет у нас уже будет 3-0 в пользу Лами. Поздравляем. И так, друзья. В этом поединке уверенно победил Лами. Он проходит в 6-й тур. 6-й тур верхней сетки. Тем временем Сэм идет в нижнюю сетку. Но все же он сохраняет возможность даже выиграть турнир. Так как соперники выбивают только после двух поражений. А с вами был Фокус, друзья. До новых встреч в новых сюжетах. Пока-пока.